после моего обзора нами и 9 в комментариях полетело очень много вопросов почему мне не пришло обновление как я обновился когда мне придет обновление как ты обновился и и так далее в этом видео постарайся вам рассказать детально почему но почему вам не пришло обновление возможно это вы меня спрашиваете почему то я вас спрашивал как же я обновлялся и как вообще можно обновиться кейс варианты ну что поехали как вы знаете меня 9 пока только есть в бета-версии то есть это разработчик девелоперская бета-версия там ну все эти варианты подходят к одному название бета-версия стабильной версии еще не выпустили и много кто спрашивает почему мне не пришло обновление я задаю встречный вопрос какая у вас прошивка мне пишут меня 8 2 2 8 5 1 8 5 3 8 1 1 это все стабильные прошивки ребята бета-версия приходит только на бета-версию если у вас стабильная то вам придется стабильная на бета-версии на стабильную не придет так что у кого 8 2 2 и все остальное стабильная где написано вы не ждите бета-версия вам не придет вам придет только тогда когда меня 9 выпустят стабильную версию вам придет по воздуху либо вы сможете поставить через три точки так что у кого написано милай 8 и написано слово стабильная вам это бета-версия ранее меня 9 не придет а другой меня деть пока мисс нет так что или вы сидите дальше на стабильные ждете стабильный релиз либо мы будем сейчас решать как же спуститься на бета-версию как обновлялся я у меня был redmi есть redmi 4x у меня было на нем меня и 8 стабильная 8 2 10 по моему по моему такая мне стояла и нами и форуме прошло оповещение о том что вот вторая волна смартфонов которая включает вот вот эти вот смартфоны том числе и redmi 4x который чуть позже добавили обновление есть уже прошивка на бета-ми 9 есть два варианта прошивка через компьютер и через три точки у кого стояла до этого обмен 8 последняя бета-версия тому должна прийти по воздуху но у меня стояла стабилка значит мне вообще ничего не пришло и там было написано если вы хотите перепрошиться поставить через три точки вы не должны сразу поверх через три точки ставите меня 9 на седьмом андроиде нет этого нельзя делать не написали почему но я не рискнул вообще этого делать потому что возможно же получить правильно к нам кирпич или глюки это но это не точно способ есть другой способ таким каким я естественно прошелся на эту меня 9 у меня была стабильная меня и 8 2 10 по моему или какая-то в этом роде короче было меня и 8 стабильная надо зайти на форум мюай с официального сайта скачать самую последнюю бета-версию прошивки меня и 8 не дети ами 8 то есть мы заходим на официальный сайт нажимаем старые версии older version и выбираем последнюю прошивку на мя и 8 то есть предыдущую до выпуска меня 9 7 8 24 естественно мы скачем это zip архив себе на смартфон на компьютер либо китай потом на смартфон и обновляемся через три точки мы естественно переходим получается со стабилки на бета-версию сразу говорю кто переходит со стабилки на бета-версию у вас удалится все с телефоном то что все а полностью телефон очистится потому что бывает такое удалиться это когда с приложения контактные фотки оставлялись и музыка в этом случае у вас телефон под ноль удалиться будет полностью новый естественно через эти три точки сделав заранее бэкап контактов фотографии и всего остального скинув куда возможно я решил перейти на бета-версию я скачал предпоследними 8 бету через три точки поставил и перепрошился и вот у меня за играла как телефон как новый там 8 добро пожаловать там зарегистрируйтесь включите вай-фай местоположение google play т.д. и т.п. и вот когда я только вошел в телефон когда все это понастраивал там клавиатура и все остальное мне сразу же по воздуху прилетела меня девять семь восемь двадцать четыре та которая утром пришла меня и форме которые нас оповестили если даже она бы мне по воздуху не пришла я бы все равно скачал меня его в девять в zip-архиве и поставил же на эту бетку через три точки то есть мы берем еще раз повторяюсь я со стабильным переходим на самую последнюю только мей в восемь а после этого мы уже ставим мей 9 поверх либо она приходит вам по воздуху вот такой вот способ но готовьтесь к некоторым последствиям которые могут быть при переходе на бета-версию есть свои плюсы есть также и свои минусы плюсы в том что самые новые фишки которые тестят эти тестеры там разработчики будут приходить вам не на стабилку а вами вы будете первый человек который получать всякие нововведения все остальное также ваш смартфон будет обновляться раз в неделю либо два раза не это точно каждую неделю будет приходить новое обновление до как на стабилке вы ждете месяц два там три месяца когда что-то пофиксит и вам приходит обновление 3 мегабайта и вы ничего не увидели ничего не почувствовали что тоже пофиксили я три месяца ждал надо еще три месяца ждать нет у вас будет каждую неделю приходить и это классно но с другой стороны и есть минусы потому что это новая функция не могут до конца быть не оптимизированы либо телефон может на них не так реагировать и возможно глюки возможен жор батареи что будьте к этому тоже готовы это не факт что это будет с вами например когда я перепрышился со стабильной бету на редмино 3 pro вообще-то огонь и земля ой огонь и земля небо и земля это это бета-версия работала лучше стабильно была запись экрана то что не было на стабильной это было супер ну и вот так есть до сих пор сижу на бета-версии так же самое сейчас нами и 9 и перешел сейчас вам покажу один из примеров глюков которыми случился на этой неделе на редмино 3 pro на этой же бета-прошивки как видите не все так гладко смотрите вот вы видите мой рабочий стол четыре нижних приложений четыре нижних иконки нормального размера а все остальные иконки на середине рабочего стола почему-то стали меньше я не знаю почему я проверял на сроке экрана перезагружал телефон но ничего как бы не поменялось и когда я зажимаю кнопку или захожу в меню редактирования рабочего стола на сроке рабочего стола все стоит на свои места но только я нажму блокировку и разблокирую обратно телефон значки обратно стоит меньше как видите даже в замедленной съемке вы видите как они становятся меньше почему так как это исправить я не знает куда вообще взялась я не знаю может если кто-то знает напишите мне либо надо будет делать просто сброс настроек и чтобы оно все на настало на свои места она не мешает работать но это по-любому какой-то глюк так что как видите бывают разные ситуации если говорить про эту меня 9 который сейчас она вообще супер и над оптимизацией поработали классно все четко работает неких вылетов глюков фризов даже на ридми 4x действует бюджетный процессор снег браган 435 по моему нет вообще все классно работает все быстренько все заходит мне конечно есть свои там какие-то баги которые я могу вам рассказать если захотите в отдельном видео или напишите мне свои баги я напишу свои и мы это все сделаем с вами в отдельном видео но не мешает работе от такого основного как зависание фризы нет ничего все работает классно но есть одно но у меня как на этой подшивке нигде никогда так не ла батареи не знаю почему это например я играю я звоню я сижу в вайбере я слушаю музыку батарея вроде есть как и обычно всех смартфонах у меня здесь 4100 миллиампер и даже не full hd дисплее вы же понимаете что батарея должна долго держать но когда я ложусь спать и просто ложу телефон на ночь его ничего не делает он за ночь съедает восемь процентов почему так у меня такого никогда не было зашел посмотреть что же съедает это кстати не экран это не ядро который просыпается это сама версия android съедает по моему 40 или 30 процентов батареи возможно этот android 7 не так сильно хорошо оптимизировали к мио 9 либо его еще пофиксят но данный момент есть такой глюк и то есть у меня это возможно не будет нами 5 возможно это него не будет на но 4 возможность на возможно это только на ридми 4x возможно это только у меня вы тоже на мне напишите что мы знали потому что знаете я уже долго делаю видео я раньше делал там и когда были новые даже стабильной версии на ридми но 3 pro я говорю вот батарею хорошо держит люди пишут батареи да хорошо держит нет не обновляйтесь держит батарею плохо все зависимости как-то пользуются но вот в моем обычном режиме батарею ночью начала есть просто за ночь восемь процентов и это да не прикольно и еще скажу одно тем кто откатился на бету либо прошился на бету вам уже стабилка не придет вы можете и не ждать и очень есть редкий случай когда не знаю это вообще правда ли нет когда люди через три точки с бета обновлялись до стабилки вообще с беты до стабилки обновляется через ми флэш через компьютер там очень сложная инструкция но возможно для кого-то легкая для кого-то сложная но требует наличие пока наличие разблокированного загрузчика на телефоне естественно не кривых рук чтобы не получить кирпич потому что если кому-то там получить глюк или зажор батареи это одно но когда ты получишь кирпич и нерабочий смартфон это совсем другое так что вот такие вот нюансы пишите что вы думаете по этому поводу может я что-то не сказал что-то для вас было не ясно либо как я вам сказал пишите по свои баги на миа 9 который у вас есть глюки и мы все сделаем это в отдельном видео всем спасибо кто посмотрел это видео я очень старался думаю видео вам понравится ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо всем пока спасибо